Может, в дом зайдем? Можно на улице, больше света будет. Со своей стороны вы постарайтесь максимально, как можно больше информации сказать. Может, кто-то болеет здесь, у кого-то онкология была, кто-то уже пострадал от этого завода. Любая информация, она очень полезна будет. Дело в том, что я просто хочу сказать саму за себя. А как вас зовут? Надежда Степановича. Меня Вячеслав. Понимаете, у меня не болело ничего. Ноги не болели, в крайнем случае, ничего. Поднимаюсь резко с дивана, резкая боль. И пошла я в больницу. Сделали снимок. Четвертая стадия. Разве может сразу быть четвертая? Четвертая стадия чего? Суставов, тазобедренных суставов. И позвоночник. Все проверила, все. Я стою на очереди на замену этих. То есть у вас проблемы с костями, получается, стали? Да, да, да. Дело в том, что я посмотрел, завод, от завода даже, наверное, километра нет. Ну, где-то в радиусе, где-то брали там возле этого, возле этой дороги, которая идет на Дрогичин, то там где-то на этом поле брали. Москвичи брали. Это же от Брест. Брестские говорят, что нанимали этих, московскую лабораторию. Да. И говорят, что в 10 раз превышает. Что 30 сантиметров земля со свинцом. Не знаю я этим анализом. Вот сейчас я вам и письмо дам. И вот так. И я знаю, у нас ветер сюда все время дует. И воздух был такой вот вонючий. Ну, сейчас не знаю. Я никогда ни порточки не могу открыть, ничего. Воздух был вонючий. И многие вот это знают, что... Вот, пожалуйста, прочитайте. Вот. Вот все. Это я обращаюсь. Рассмотрение обращения Брестского областного ЦИОС представила компетенция совместного занятия ваше обращение, поступившее на прямую телефонную линию к помощнику президента Республики Беларусь, инспектору Брестской области Маркевичу АЭМ по вопросу о превышении уровня содержания свинца в вашем зеленомином участке. В ходе рассмотрения обращения 24 апреля 2019 года с вами проведена встреча, в ходе которой установлено, что доводы о загрязнении свинцом вашего и других земельных участках в деревне Хриса были основаны на результатах ранее проведенных аналитическим центром ЭГУ имени МВ Ломоносова лабораторных исследований почвы на содержание свинца на территории деревни Хриса и рядом расположенных в сельскохозяйственных угодьях. Отчеты о результатах анализа от 29 июня 2018 года, то есть это было месяц назад, да, утвержденный руководителем ЛОК-Инвест, доведена информация, что в 2018 году и истекшем периоде 2019 года учреждения государственного санитарного области в пределах представленных полномочий неоднократно проводились лабораторные исследования почвы, атмосферного воздуха, воды, нецентрализованных источников водоснабжения, плодовочной продукции на содержание свинца и его соединения на территории жилой застройки деревни Хриса Березовского района. По результатам проведенных испытаний превышение гигиенических нормативов по содержанию свинца не установлено. Ну это Брестская лаборатория вот в ней. Кроме того, в рамках рассмотрения данного обращения 24 апреля 2019 года в улице Карла Маркса 7 и 11 деревни Хриса Березовский район и доставка и лаборатория Брестского областного ОС для проведения исследований результатов исследований проб почвы от обрых на земельных участках Хриса Березовского района. Превышение предельно допустимых концентраций валового содержания свинца не установлено. Протоколы исследования Брестского областного 15.05.19. На следующий ответ может быть обжалован в законодательстве Республики Беларусь. Главный врач Е.В. Ильяшова. Скажите, сколько времени прошло после запуска завода, когда вы написали? То есть вы, он месяц уже работал. Сколько вообще этот завод работает? Понимаете, 5 лет, видно, работает этот завод. Никто ничего не знал. Это помещение, это здание строили китайцы. Китайцы, они планировали под завод железобетонных изделий, но им предложили станцию. И это помещение осталось, как говорится. И вот, а частник, который этим заводом ведает... Лемешевский, которого посадили. Лемешевский, этот завод, этот частник, этого посадили. Да, да. Послушайте, говорили, что он, ну, с районом согласовал и было, да, ну... А мы ничего не знали, жители. Что с нас не хватило станции, она у Глейна, Мазуте работала. Чернобыль. И еще нам это подсунули. То в Волковыске, говорили, работал этот же частник, работал этот завод. Работали заключенные, они тоже люди. Работали. И все говорили, что все, этот завод закрыли под люди, это самое, требовали люди. И закрыли. А у нас все, у нас все безвредное. Да, мы можем. То мне 70, я уже пусть ноги, пусть я как-нибудь. Но дети, а внуки, что мы им оставим? Одну грязь, вот два этих у нас, два озера, и все, и вроде бы природа, все. Хочется, чтобы детям было хорошо. А что? Что нам остается? Вот этот завод остался, этот закрыли, энергомеханический, на стадии закрытия. Работ нету, дети уезжают. Квартиры в Белозерске уже скоро будет этот самый. Мертвый город, понимаете? Остаются одни старики. Эти уезжают, ищут работы. Работ нету, безработица, во-первых. А этим ничего не нагреешь. И ничего не насытишь этим заводом, если он вредный. Почему к нам такое обращение? Говорят, ой, ничего, станция работала, да, все давала. Потому что вывесишь белье, когда станция работала на угле и на мазуте. И все, а сюда ветер. Все разъедало, коричневые пятна на этом. А что на человеке? Вот поуходили станционники в 60 год. Все лежат уже на этом. Кто бы работал в этих цехах. И мой муж ушел в 62 года. Кого инфаркты, инсульты. И Брестская область занимает первое место по онкологии. Понимаете? И все подсовывают. И все такое его. Почему? Никто не заботится. А вы получают они оклады. Да, мы 40 лет проработали. Да, мы пенсионеры. Но это же не выход в положение. Надо как-то заботиться. То нам работы нету. Да, приняли. Надо было помощь оказать украинцам этим. Понимаете? Но не до такой степени. И жилье, и работу. А нашим здесь? Что нашим осталось? Уезжают школы на грани закрытия. Потому что уже молодежь уезжает. Здесь квартиры бросают, снимают. Потому что работ нету. Надо как-то растить детей. Семья. И вот такое еще нам подсунули. Вот это вот. Понимаете? А мы же не знали, что это открылся такое. Сначала мы не знали. Может кто и знал. А потом пока не расшевелили нам эти брещане. Понимаете? Раскрыли глаза. Ну, вонючий воздух. Вонючий. Я не могла никогда открыть форточку. Вы не понимали, откуда запах идет? Что это за... Запах? Да. Потом уже мы стали это. Что это аккумуляторный. Это все такое. Они где-то выпускали его, говорят, ночью. Часа четыре ночи. Это как в Волковыске то же самое было. Именно ночью был самый-самый пик. Когда они... И даже в Бресте то же самое было. Вы видите? И как? И как? Люди вот подписались. С 300 подписями собрали. Покажите, пожалуйста, эти подписи. Сейчас, минуточку. Сейчас я все вам покажу. В двух экземплярах мы делали эти подписи. А эти подписи знает ваш градоначальник Белозерска по поводу этой ситуации? Сейчас я вам скажу за Белозерска. Вот градоначальник, вот этот. Ой, тут уже этот самый. Ну тут все. Было на прокуратуру и адресовано в администрацию. И были эти подписи подшиты. Тут брал один товарищ. И к нам даже приезжали, понимаете, приезжали с этого. Ну еще за Белозерска скажу. Мы собрали 300. Они собрали 500 подписей. Там занималась женщина. Она работала начальником отдела кадров на стройке. Вот строили, вот это Белозерска, все такое. Она сейчас на пенсии. И вот в администрацию отвезли вот эти с 500 подписами обращение в администрацию президента. И они направили на район. Березу. Приехал заместитель председателя и, говорят, нагрубил. Осталась эта женщина еще виноватой. Еще наругался, накричал. Но надо было эту ругань, может, и записать. Понимаете? Ну и все записываете. Да, да. Нет, это... Ну говорят, ну что-то такое ебил. Да, ну. А как бы эту женщину можно найти у вас? Может телефон, ее номер телефона есть? Сейчас, сейчас я вам одну минуточку. Где-то у меня так. То есть он, получается, вы предоставили в Минск. Минск рассмотрел, сказал, не наша компетенция, пускай Береза разберется. Приехал начальник с Березы. Сказал, ребята, вы что баламутите президента? Я тут разберусь. Вообще хватит... Ну где-то что-то там, ну она дословно... Она дословно все расскажет. Ну расскажет, потому что, ну действительно, какое обращение к людям? Ну надо как-то решать было эти вопросы. Как-то по-другому. Ну мы обратились, то он компетентно, вот, к этому товарищу по телефону. Это я обращалась, я же вам говорила, к этому помощник президента по Брестской области. И вот такое, вот прислали лаборанта, вот, вот, вот. И что они, где-то было написано еще, что обращали? Скажите, когда строился завод, именно аккумуляторный, вас предупреждали... Вот видите, вот. Никто никого не предупреждал. Общественные слушания какие-то проходили? Нет, нет. То есть вы, получается, ближе всего к этому заводу живете. И в какой момент вы узнали, что здесь построен уже аккумуляторный завод и функционирует? Ну как-то немножко раньше, но потом, когда уже эти брещане тоже этот, расшевелили этот вопрос. Потому что уже станция, уже мы знали, что было это вредно, такое все. И вот эту вот, сказали, нам открыли тогда глаза. Понимаете, когда эти... А у вас со здоровьем, получается, вы чувствуете... Потому что дело в том, что это как раз-таки от свинца страдают кости человека. И вы чувствуете... Говорят, говорят. Вот московские эти говорили, что это разрушается, разрушаются кости до мозга. А наши утверждали, что это кровь. Кровь и все одно и то же роль играет. Сейчас я вам принесу. Ребята, я вам хочу зачитать кое-какие документы. Главному прокурору Республики Беларусь Галуза Михаила Александровича. Нас, как граждан Республики Беларусь, жителей города Бреста и Березовского района, интересует информация о состоянии окружающей среды в наших районах. Целые документы. Образцы подписи были подкреплены. Много страниц. Здесь администрацию президента, письмо. Здесь у нас главному прокурору. Скажите, а как вообще местные жители относятся к этому заводу? Что говорят, как настроение? Да, что бесполезный номер борьбы. Бесполезный номер. А сколько рабочих мест этот завод дает? Что они так... Ничего я не могу сказать. Ну вот тогда говорили, когда московские приезжали, говорили, что этих уволили, других набрали. Рабочая сила есть. Ну, вроде бы этот директор... Ну, эти сказали, что пять год и все. И это смертники. Вот такой шел разговор. А, то есть люди отрабатывают пять лет, и потом это уже людей надо увольнять, потому что если проблемы начнутся, то придется выплаты делать. Да, да, это такое, да. Шел разговор вот такой. А есть люди, которые как раз-таки с самого начала там работали, может, в этой деревне, с кем можно встретиться, поговорить? Или, может быть, есть люди, которые с онкологией здесь сейчас? Вот. Я сейчас запишу. Скажите, есть ли люди, которые именно страдают с костями, с онкологией? У нас с палочками почти все, почти все вот. 60 годы с палочками уже. Понимаете, с ногами этими проблемами. Всех. Много уже оперировалось у нас, и все. Ну, сейчас такая очередная, что... Сказали еще год подождать, еще, а потом я решила, 70 год мне. И вот я была там, в этом. И пришла женщина тоже где-то, ну, может, больше немножко лет, 70. И вот не проживаются уже эти протезы. Понимаете? И уже сомневаешься, как быть, вот. И вот. Четвертая стадия. И сейчас вот укололи, накололась вот эти суставы. А четвертая стадия, это онкология? Это не онкология, это уже последняя, и уже последняя стадия. Уже надо оперироваться, или это уже все. А, суставы, да? Да. Ага. Да и вот такое. Это разрушение такое вот. И позвоночник. Я ничего не чувствую, я как в спортивном виде. Летала на этом самом, на велосипеде, все. А сейчас я уже вот... То есть меня... Знаете, что меня удивляет? Результаты какие? Дело в том, что в режиме пуска наладки в Бресте завод. Завод вообще другой немножечко. Здесь более вредный завод. Более вредный почему? Потому что здесь идет... Переработка старых. Все правильно. А там новые были. Так там за три месяца превышение ПДК было в несколько раз. Это Полесский институт Брески. Это зафиксировал. Там порядка в 40 местах, когда брали отъем проб. Потом в этих же местах брали отъем проб. То есть превышение, это все официальные документы. В вашем случае завод работал 5 лет. И вы в этом году обращение сделали за 24 апреля 2019 года. И за фамилией. Вот я хотел бы, чтобы Следственный комитет и вообще какие-то высшестоящие органы за подписью главного врача ЕВ Илья Шова, где написано, я не знаю почему. То есть здесь показывает, что превышения никакого нет. Неужели так? Хотя вы сказали только что, что приезжали москвичи, приглашали. Москвичей приглашал Брест. Брестские. Да. Дело в том, что москвичам за это еще попало по шапке. Там я вам сейчас этот случай расскажу. Им сказали, что они имели право, и там какие-то им даже штрафные санкции. То есть это вообще секретная информация оказывается. Сейчас одну минуту. А сами москвичи не знали. Сейчас одну минуту. Я уберу вот клеенку. Это я хотела монотить. Получается так, что могу предположить, что наши что-то могут скрывать. Информация засекречена. Тогда напрашивается сам по себе второй вопрос. Кому это надо, секретить информацию? Это служебная информация. Кто дал поручение? И кто в этом замешан? Или же Министерство природных ресурсов внутри своей конторы вот это скрывает информацию? Или же эта информация доходит до Минска? И Минск говорит эту информацию не обнародовать. Странная ситуация. Я здесь вижу, что документ президента Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич. Уважаемый Александр Григорьевич, жители города Белозерска, Березовской районной области обращаются к вам с просьбой о помощи решения проблемных вопросов города Белозерска. Численность населения города Белозерска составляет 12 300 человек. Имеется Березовский ГРЭС, несколько промышленных предприятий. В городе имеются большие проблемы с занятостью, трудоустройством населения. Людям на работу строится невозможно. Особенно молодежи, безработицы. На предприятиях производится сокращение численности работающих. Предприятия закрываются. Так, например, на Белозерском энергомеханическом заводе раньше работало 1200 человек. А в настоящее время работает только 200. Произведено сокращение численности работников на предприятии Белкельми. Только малая часть работников в Белкельми перешла на предприятие Вердимар. Белозерская ЖКХ ранее была самостоятельным юридическим лицом. Но была произведена реорганизация. Белозерская ЖКХ была передана Березовскому ЖКХ. Так, так, так. В следующем году планируется большая численность работающих на Березовском ГРЭС. То есть планируется еще сокращение на Березовском ГРЭС. Дело в том, что говорят, что, ну, это будет, когда пуск этой угродно, будет этой, ну, атомной, значит, только, говорят, на обогреве Белозерска будет работать, может, один только блок или как там называется, или машина. Энергоблок. Энергоблок. Ну, не знаю. Тут довольно-таки большое и грамотное письмо. А это, ну, это женщина, вот она это нам дала, эту самую, понимаете. По поводу сразу завода. Ну, знаете, Битсплав сообщается, что в свое время проект Битсплав, так, начну раньше. В городе сложилась крайне тяжелая экологическая обстановка. Фактически произошла экологическая катастрофа. В январе 2013 года введено в строй ООО Белый Весторг сплав, Битсплав, который осуществляет переработку свинцово-содержащих отходов, отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и производит свинец и сплавы. Производственная мощность завода более 11 тысяч тонн свинца в год. Численность работающих до 100 человек. Завод находится вблизи черты города, возле Березовской ГРЭС. Санитарно-защитная зона предприятия определена в 500 метров. Завод Битсплав напрямую связан с тем, который строится в Бресте, поскольку у них один владелец Битсплава, принадлежащий первой аккумуляторной компании, непосредственно бизнесмену Виктору Лемешевскому. На сайте Битсплав сообщается, что в свое время проект Битсплава получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, что предприятие включено в национальную систему мониторинга и за безопасностью его деятельности наблюдает целый ряд агредитованных организаций и министерств, обеспечивая перекрестный контроль состояния воды, воздуха, земли и окружающей среды в целом. Но насколько в действительности безопасна деятельность предприятия для окружающей среды? В городе Бресте против строительства такого же аккумуляторного завода в администрацию президента Республики Беларусь было направлено обращение с подписями около 37 тысяч жителей. Так, результаты проведенных исследований шокировали специалистов-экологов. А, вот, специалистами вышеназванной российской компании произведен отбор анализ грунта на предмет загрязнения свинцом в районе предприятия «Обилинвесторгсплав» в Белозерске. Результаты проведенных исследований шокировали специалистов-экологов, экспертов, которые проводили анализ. Результаты анализов ужасают. Землю надо вывозить, людей нужно отселять, это зона экологического бедствия. Предприятие в Белозерске работает 5 лет, а почвы уже так загрязнены, что их надо просто вывозить, а на их место завозить новые. Результаты анализа следующие. За пределами санитарно-защитной зоны на расстоянии 1 км непосредственно от завода после 5 лет работы предприятия уровень содержания свинца в грунте превышает предельно допустимую концентрацию в 6.8 раз, а на расстоянии 1,5 км от завода в 3.4 раза. Свою ремарочку хочу вставить. Каким образом, когда проводилась экспертиза на этой почве, почему здесь тогда нашими экологами, брестскими, не выявлено загрязнение. Я еще раз хочу продемонстрировать фамилию. Давайте посмотрим, как фамилия этой женщины. Вели этот документ? Мы сейчас смотрели. Снизку. Главный врач, найдите. А, главный врач. Который у вас почву брал. А, так я вам это самую, там же у вас было. Главный врач Илья Шова. Вот ее подпись. Кстати, подпись оригинальная, ручкой написанная. Хорошо, читаем дальше. А на расстоянии полутора... Специалистами проводилось исследование почвы на предмет наличия свинца непосредственно на придомовых территориях. Превышение по свинцу в деревне Хриса подтвердилось. Так, в деревне Хриса на улице Красногвардейская 41 содержание свинца в почве составило 110 мкг на килограмм. И это более чем в 3,5 раза превышает предельно допустимой концентрации. Все отборы проб прорвались специалистам на глубине 20-30 см. И то, что на такой глубине отмечается очень высокий уровень загрязнения свинцом, демонстрирует высокую степень миграции этого металла в почву. В свою очередь, это ведет к неизбежному загрязнению грунтовых вод. То есть, грунтовые воды и колодцы в том числе. Только женщины. Так, где-то я остановился. Грунтовых вод. Также приводит к накоплению свинца в грибах, кормовых культурах, растущих на данных территориях. Так, дальше. Проводилось исследование содержания свинца в отходах производства. Результаты показали, что уровень содержания свинца в этих отходах находится за пределами возможных измерений. То есть, даже вот эти препараты, аппараты, которыми они меряют, они даже не могут показать, насколько зашкаливает все. По мнению экологов и специалистов, непосредственно выезжающих за пробами, содержание свинца в концентрации неподдающихся исчислению болит тысяча микрограмм на килограмм. Ты можешь подъехать? У меня товарищ Бреста. Подъедь, пожалуйста. Это товарищ по поводу этого аккумуляторного. Коля, пожалуйста. И вот эти документы, ты знаешь, я себя неважно чувствую, а? Это, это кто? Вячеслав Ракало. Вячеслав Ракало. Ну, хорошо. Подъедь, пожалуйста. Пять. Пять-десять. Хорошо. Спасибо. По мнению экологов, короче, содержание свинца, не поддающееся исчислению, более тысячи микрограмм на килограмм, означает, что эта территория должна быть объявлена зоной экологического бедствия. Ну, это, это вычитаете, да? Это. Со всеми вытекающими последствиями и, давайте я дочитаю уже. И срочная ликвидация загрязнения. Прежде всего, должна быть определена зона загрязнения и ограничена хозяйственная другая деятельность. Ограничено, то есть, все закрыто. Происходит постоянное загрязнение атмосферного воздуха, аэрозолями свинца. Тяжелый металл оседает на поверхности почвы. И, несмотря на все заверения, этот процесс должным образом не контролируется. Ни внутренней системой производственно-аналитического контроля, которая должна быть на предприятии, ни внешними государственными органами. За период действия предприятия ООО «Бецплав» так и не налажен должный доступ-контроль со стороны полномоченных органов. Также происходит сокрытие информации о действительной экологической обстановке вокруг завода. Установленные для очистки дорогие французские фильтры не меняются после срока службы. Фильтры не покупаются заводом. Меры по предотвращению выбросов загрязняющих веществ принимаются только при проверках. Выбросы завода загрязняют атмосферный воздух и почву. Жителями города замечено, что вечером и ночью, все то же самое, как в Волковыске было, производятся выбросы загрязняющих веществ. В воздухе чувствуется неприятный запах, идущий со стороны завода. Жители города утверждают, что часть отходов закапывается на дачах возле города. Это действительно так? Где-то тут, раньше закапывались, где-то возили под Ивацевичей в лес, ну потом там запретили, все. Где-то тут говорят, где-то раньше был золоотвал, где-то тут возле станции, где-то там говорят что-то.